Дорогие друзья, рок-кафе, театр поэтов, послушайте, проект поэзия, занудный ведущий, который повторяет это каждый раз, в каждом видео, ну и будет это делать. Меня зовут Владимир Латименко, я вот это все, может быть, наблюдаю, делаю, ну, в общем, так, мотор работает. Сергей Генеберков тут у нас присутствует, Александр Алексеев, Андрей Чивиков, Сергей Алексеев, Евгений Макаров, Лиза Вавильевна, Стефания Данилова, Арчет, смотрю вот Александр фильмов даже тут есть, не ушел, кто еще. В общем, кого я вижу, много народу. Господа, сейчас вот у нас второе отделение, ну, оно будет немножко необычным, ну, так сказать, поменяли. Сейчас будет выступать встреча, у нас такая творческая встреча с Владиком Смирновым, это лидер группы «Парок и Флэш», он сам все о себе скажет. Ну, прежде чем он выйдет сюда, у нас еще, как бы, вот, попросила Стефания Данилова, чтобы ее, так сказать, попозже и выступить. Пожалуйста, вот, идите сюда, Стефания. Будьте микрофон? Ну, конечно. Давайте, ну, вам придется где-то вот здесь быть. Куда ты, может быть? Вот микрофон. Итак, всем добрый вечер. Все уже знают, как меня зовут. Стефания Данилова. Я решила сегодня прочитать вам пять своих стихотворений, они не особо длинные. Мы посмотрим, сколько получится. Ладно, без прелюдий. Первый стих называется так. Как музу пошли выбрасывать в мусор и не вернулись, потому что мусоропровод показался им чище головы автора. О них писали хемингуэям, старик и море, ну, чем не повесть? Чуть-чуть подкрашивая коэлью, по трафарету штрихуя прорезь. О них слегка отушевали бродским трамвайным звоном над стылой речкой. Весь день был месяц, белесо-бродский, и все признания изнаречий. Ладонно, пальчиково, реснично они друг с другом происходили. И возле глаза, в углу, бруснично, от ночи в полуфранцузском стиле, от ночи выброшенной в экраны, где можно смайликом целоваться. Он без будильников встал так рано, что, в общем-то, своровал оваций. Она опять воровала что-то сердца ли, книги, уже не важно. Все упорхнуло, уже не ваше. Пила, горящие синим шоты, пила, топор и немного крови, неморука боли в разжатых пальцах. О них любой написал бы, кроме младенца в розовом одеяльце. Зачем? Я тебя очень прошу. И мобильный фольк? Возьми смотри. Какая красивая, стоп, вот сюда дешево. Стефаня Данилова, царь, образ хороших финической. Замечательно. А стихи все-таки читают, как на вид объединения. Давай так. Это первое, еще не разогрелось. Вот здесь исполняем. Без микрофона. Можно вырубить сейчас вообще, ну, весь пока. Тихо, подожди. Микрофонный звук весь вырубить сейчас. Просто громко еще брать, чтобы не фонило. Вот. Пожалуйста. Все равно фонит. Все, тишина. Мне наплевать, что было и что случится. Жизнь это синие, синие поезда. Это метро и поезд куда-то мчится. Едущим в путь просьба занять места, а провожающим... Слушай, давай уедем. Пусть у меня мало заплечного опыта, а в полосатой сумке резвится ветер. Слушай, пускай весь мир пропадает пропадом. Двери сейчас закроют. Уйди с порога. Ты, разумеется, можешь шагнуть назад. Я за двоих посчитала, считая сроки. Все за и против или против и за. Может быть, от тебя никакого прока, но больно уж согревают твои глаза. Больше всего люблю я, когда дорога. Как и куда, не важно, и даже с кем. Люди — это в избытке дело, и мало Бога, и не рисуют веточкой на виске. Лет мне, конечно, менее чем немного, только седые волосы на виске. Только ты тоже пленник дороги, мальчик. Едем, а там решим уже, что и как. Может, даже напишем у нас романчик, где каждое слово будет острее штыка. Мне наплевать, что было и что случится. Двери закрыты. Мой или твой вагон — это решим потом. Поезд пока что мчится. Слушай, давай поймаем ветер с окон. Пустим к тому, что в сумке заснул, похрапывает. Кто-то признался в любви в боковой панели. Слушай, ты слышишь, что это? Дождь накрапывает. Ладно бы дождь, но это метро в тоннеле. Дождь — значит, будут улыбки и вечный май. Мира не будет. Труд не по нашей части. Слушай, давай я буду твоим, но счастьем. Только сперва поймай. Всем очень нравится. Да, да. Сергей, а можно вот этот динамик тоже, чтобы он не фонил? Я не могу выключить колонку. Не можешь, да? Хорошо, понял. Ну ладно, нравится. Никогда не умел отписать прозу, и поэтому так влечет. Сеют розы, а прорастает проса. Кто-то тыщется мне в плечо. Напиши о каком-нибудь человеке, только не о себе, прошу. Как моря впадают в чужие реки. Да, да, да. Окей, хорошо. А потом садишься, и точка к точке, буква к букве, строка к строке. Как в сережке плотно в ушные мочки. Хиромантии на руке. Снова пишутся пледы, ваниль и кеды. Что прочувствовано? В житок. И в бумагу, словно в щель турникета, строчка падает, как жетон. Строчка падает, распускаясь, словно из-под снега первый цветок. Я читаю ее слегка обозленно, в телефонный белый виток. Это просто гербарий. Правда. Даты, циферки, имена. Пересушенная приправа. Слушай, но не запоминай. Игорь Кабанов, иди сюда. Я, можно ли? Да, сейчас ты вытащишь. Игорь Кабанов, Стефаня, у нас свой план. У тебя свой, а у нас свой. Игорь Кабанов, я просил быстрее, Игорь, быть готовым. Ну что такое? Сейчас, подожди. Игорь! Что, иду, где ты? Вы, быстрее, пожалуйста. Читаю свой степень. Можно теперь включить микрофон? Пожалуйста. Раз, два, три. Раз, два, три. На микрофон. Сейчас Игорь Кабанов, потом ты. Хорошо? Стефаня, пожалуйста. Не поведай. И ответом чернь вороньих фраз. Тяжелее всего перед победой. Предрассветный, самый темный час. Камень вглубь, пробить ростками силясь. Маг зари раскрасит небосвод. Лишь бы руки вдруг не опустились, Как бывало много у кого. Но теперь не так, как было прежде. Оттого, ками ты строг, лучаясь, Я смотрю в серебряной надежде. Самый темный, предрассветный час. Спасибо. Это был Катаба. Спасибо. На будущее приходи вовремя. А теперь Степанин, Данилов. Можно два? Пожалуйста. Слушай, действуй, делай что-нибудь. Окей. Тренируешь меня на кошках, А мне Катабы. Вот такого, что видишь в зеркале ты с просонья. Я иду, повинуясь сердцу, как поэтапу, И меня конвайруют песнями, Плея соньями. Я слыву режиссером, Мною неснятых клипов, И танцором неотработанных, Мною танцев. Интересно, Насколько глупости мы могли бы нацепить копирайк, Если ты перестал мотаться И кому-то служить то вешалкой, То кумиром. Я дам право писать стихи на моих ключицах, Декольте, как рекламный стенд, Так прорекламирует то, Что сейчас у нас сейчас непременно должно случиться. Ты когда-то меня ударила стену, Это было очень порывно, Страста дохвуло жару. И с тех пор в моей голове звучат минуэты, А слова заплетаются в пенечке разных жанров. Вот бы пробкой, как из шампанского, Двинул транспорт. Я рисую котов на стеклах, И что ты дашь мне? Поцелуешь? Еще ударишь? И не напрасно? Ни за что не давая мне знать, Что там будет дальше. Спасибо! Стефания Даниловна! Арчик! Как тебе стихи Стефани Даниловна? Я их традиционно не комментирую. Традиционно не комментирую. Можешь туда выйти? Выйти, могу. Да. Ну выйти. Да-да, вот Арчик пришел. Арчик, один стих теперь ты, Тогда Стефания прочитает. Я по бумажкам читаю. Не, ну наизусть один помню, что нужно никак. Однажды в стадиону идти мне в пору, Я из лесу вышел, был сильный мороз. Я же говорю, я по бумажкам читаю, Я не помню, я своих стихов не читаю. А один прочитай, прочитай. Вижу письмо, сиреневая чернила. Помню, бежали по глянцевому перрону. Я улыбался, если она звонила. Эту улыбку слышно под телефон. Я изобрел решительные ответы, Даже на риторические вопросы. Даже простил вонючие сигареты И уклонялся от кончика папиросок. Даже ушел. Последнее, в общем, даже. Не вспоминая по 70 раз на дню, Все, отпустил. В свободной такой продаже. Только вот письма. Зачем-то я их храню. Аркет! Спасибо, Аркет. Это был Аркет. Благодаря Аркету, Стефания дочитывает последний стих И потом выдачет. Ты выросла из него, Как из старой кофты. Кофта отнюдь неизысканного покроя. Кофта была в следах от пощечин, кофе И, в общем-то, как родная, Но не по крови. Такая затасканная синенькая толстовка, Покрытая черно-белой кошачьей линькой. Бросаешь на спинку стула И пилишь в стокман. Затаривается маленьким, но великим. Ты видишь на вешалке клетчатую рубашку. Ценник мешает вам воссоединиться. Ты обнимаешь ее, открыв нараспашку, И кружишься по магазину, И продавщица смотрит глазами, Круглыми пятаками. И покупатели тоже, наверное, смотрят. Ты, ты танцуешь, счастливая, растопая. Это не магазин, а синее-синее море. И это, наверное, счастье. Такое счастье, и цвет его клетчат. Красный с контраста синяя. Но ты понимаешь, на сегодня пора прощаться. И убегаешь из магазина. Спасибо. Светлая Данилова. Светлая Вадмилович Мобильничка. Спасибо. Господа, и вот наступает тот момент, Когда на сцену приглашается Лидер группы «Барокко Флэш». Вадик Смирнов. Позитив рулит. Вадик профессионал. Сейчас все сам нам скажет, расскажет. Хочу одно заметить, что у нас После того, как Вадик выступит, Еще мини-спектакль Сергея Алексеева И Михаила Никольского. Я сразу называю это мини-спектаклем, да? Как бы импровизационным. Пожалуйста. А теперь... Субтитры создавал DimaTorzok